Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В Барнауле огласили приговор учительницы, по вине которой погибло трое детей в аварии на железнодорожном переезде. Родители школьников не верят в раскаяние. Барнаульские автобусы, которые делают людей ближе. Как в мэрии планируют бороться с транспортным коллапсом? 44 этажа. Как будут строить первые в Сибири небоскребы? 5 человек, которые прошли в Барнаульскую городскую думу, отказались от своих мандатов. Так, в кресло депутата не сядет Вячеслав Франк, глава города. Его мандат перешел к главврачу краевой больницы Диане Рудаковой. Более неожиданный отказник Владимир Отмашкин, известный в городе застройщик, который шел в тройке главных кандидатов от «Единой России». Вместо него в думе будут работать Алина Горлова из молодежного крыла партии власти. Евгения Боровикова, глава рекотделения «Справедливой России», тоже отказалась от своего мандата, ведь она депутата КЗС. Мандат перешел к Алексею Баканову, директору вечернего Барнаула, но и он от места отказался. Так что в итоге кресло займет помощник Боровиковой. А депутатское место лидера рекотделения ЛДПР Сергея Булаева займет Анна Юферева. К другой теме. Родители погибших детей и мальчика, пострадавшего в аварии, которая случилась на железнодорожном переезде в ноябре прошлого года, не верят в раскаяние учительницы. В Тольменском районе завершился судебный процесс над преподавателем, которая подвозила школьников до дома и допустила столкновение с поездом. О том, что учительница на своем авто забирала детей из школы, мама и папа учеников узнали уже после страшного ДТП. На оглашение приговора побывали и мои коллеги. От возбуждения дела о страшном ДТП на железнодорожном переезде до оглашения приговора прошло меньше года. Со слов родителей жертв аварии, поначалу на заседание пытались прийти чуть ли не полпоселка, никого не пускали. Позже суд стал открытым. От всего сердца прошу вас прощения. Я перед вами виновата. Я совершила ошибку, за которую мне очень стыдно и больно. Нам все-таки раскаялось? Нет. У нас просто были моменты, когда она сидела и улыбалась. 29 ноября 2021 года Анна Диринг решила подвезти своих учеников до дома в соседний поселок. Последний урок у детей отменился до автобуса час. Чтобы не ждать, зачитывает дело судья, Анна посадила четверых школьников в личное авто. Далее судья зачитывает показания выжившего ребенка. Анна Диринг вела себя раздражительно. Мне показалось, она куда-то торопилась. Добыть исследования от школы до села Ноймова. Анна Диринг взяла в левую руку мобильный телефон, чехли красного цвета, стала разговаривать, приложив левой рукой телефон к левому уху. При этом Диринг громко слушала музыку. Это и есть тот самый переезд. Он относится к четвертой категории интенсивности движения, самым низким потоком. Это значит, нет причин для установки шлагбаума и устройства заграждения переезда. Светофор горел красным, звучал звуковой сигнал. Это подтвердят все свидетели. Скорее всего, просто было отвлечение ее. Потому что нельзя не услышать этот звонок, нельзя не увидеть. Как посмотрите, очень прекрасно видно, как светофор работает. Вот он сосвенел. Три минуты до прибытия поезда. Три минуты. Забуксовало или слетело, или сломалось. Можно элементарно выйти вот за это время и вывезти ребятишек. После непроложительной остановки Диринг начала движение, нажав на педаль газа. При этом она не поворачивала голову на левый метр, а продолжала разговаривать по телефону. Машинист снегоочистительного поезда, увидев машину за 5-6 метров, нажал стоп-кран. Но столкновение невозможно было избежать. Тем не менее, я суд прошу о снисхождении. Потому что моя мама инвалид первой группы и нуждается в уходе. Также у меня есть два сына, студенты, находящиеся в междевении. Я думала до последнего, что там машина в машину. Потому что там машин ездит очень мало. Я никак не подумала, что когда я уже села к соседу, он говорит, а я это видел. Говорит, Оксана... Я туда приехал, она еще горячая была. Все лицо в крови, она горячая. Такое ощущение, что она сейчас пошевелится. Полные глазки ужаса. Трое детей от полученных травм скончались на месте. У выжившего мальчика после ДТП головные боли и упало зрение. Родители признали, что поначалу боялись, что учительницы дадут срок в колонии-поселении. И не ожидали, что удовлетворят выплаты. По решению суда, Анна должна выплатить пострадавшим семьям 16,5 миллионов рублей. Ближайшие 5 лет и 6 месяцев она проведет в колонии общего режима. По словам ее адвоката, обжаловать приговор Анна не будет. Обжаловать не будет. Снизу нет, больше не дадут. Здесь просто по статье больше не получится. Если погибают дети в таких случаях, то это должно быть отягчающим обстоятельством. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. Почти тысячи человек с начала года оказались жертвами ДТП и попали в больницу с достаточно сложными травмами. Страдают не только автомобилисты и пешеходы, но и те, кто разъезжает на велосипедах, а также самокатчики. Среди участников в ДТП становится все больше детей. Анара Шагирова продолжит тему. Такая полезная вещь, как велосипед, может и до травм довести, особенно на большой скорости и новых маршрутах. Так Ольга Клюзова, любитель горных велотуров, и оказалась на больничной койке. Этот тур был неудачным, по своей глупости, на большой скорости. Я не сманеврировала, 60-70 где-то была, Семенского, и вылетела. Вылетела очень серьезно, последствия могли быть более необратимыми. Врачи диагностировали у велосипедистки перелом височной кости, как следствие травму мозга, перелом ключицы, лопатки и ребер, а еще множественные ушибы. В медицине такие тяжелые травмы называют сочетанными. Сегодня всех пациентов края с ними принимают в больнице скорой медпомощи. Работает целая бригада от реаниматолога до узких специалистов. В БСМП ежегодно лечат до полутора тысяч человек. Больше половины приходится на травмированных в ходе ДТП. Увеличивается количество автомобилей, соответственно, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий и количество пациентов. Возрастают скорости передвижения, улучшается качество дорожных показаний. То есть, или ухудшается. То есть, это тоже влияет на, в том числе, сезонность имеет значение. Сейчас мы ожидаем изменения характеристик поверхности дорог. Это тоже будет всплеск ДТП. Хотя свободных коек в отделении, а их всего 60, и так практически никогда не бывает, говорят врачи. К тому же, в этом году по сравнению с прошлым, на треть увеличилось и количество детей, пострадавших именно в ДТП. Это больше сотни человек за последние 8 месяцев. Если берем вот с начала сентября, у нас уже 12 ДТП. Буквально вчера у нас было ДТП наезд на двух девочек, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу. На выходных у нас было ДТП наезд на трех подростков, которые передвигались. В начале первого ночи на Попово, к сожалению, без сопровождения родителей, тоже попали в дорожно-транспортное происшествие и получили травму. Поэтому ситуация у нас очень острая, ситуация у нас очень такая проблематичная. Большую угрозу несет в себе на первый взгляд совсем безобидный электросамокат. С различными ушибами и переломами в больницу скорой помощи стали обращаться не только сами самокатчики, но и те, кто попал под их колеса. А ведь о том, что нужно быть внимательнее на дорогах и не забывать о правилах дорожного движения, врачи напоминают неустанно. Анна Рашигирова, Алексей Фризин. День с толком. Жители города сообщают о том, что в общественном транспорте с началом учебного года стало тесно, и автобусы теперь приходится ждать дольше. Власти прогнозировали такую ситуацию в связи с ремонтом путепровода на новом рынке. Что планируют предпринять, чтобы снизить возникшую напряженность, расскажем в сюжете. Эти кадры мы снимали в понедельник. Но горожане говорят, так ездят почти в ежедневном режиме. Тяжело. Утром всегда народу очень много. Автобусы переполненные. Ну, так, в принципе, уехать можно. Более-менее уступают. Но зайти я просто стояла, 40 минут ждала, пропустила 10 автобусов, потому что зайти нереально. Чтобы тебе даже место вступили. А мне пофиг. Я редко езжу. Проблемы есть, признают в городском комитете по дорожному хозяйству. Ее решением уже занимаются. Планируют перераспределить маршруты и скорректировать расписание, так, чтобы уехать смогли все желающие. В вечерний час пик стараемся не в то расписание плановое, которое есть, а его сокращать. То есть интервал делать между автобусами меньше, там, 5 минут, 3 минуты. Как бы я сам периодически езжу. Я прям видел, что вот на том же площади текстильщиков на Калинино в 53-м я ехал. Он туда подъехал, он реально был полный. Ну, следом буквально через минуту уже в зоне видимости подошел следующий автобус. Кондуктор спокойно объяснил. Идет следующий автобус. Уважаемые пассажиры, вы спокойно войдете в следующий автобус. Помочь снять напряженность с нехваткой автобусов должен и транспорт, который все лето возил на дачи садоводов. Совсем скоро эти маршруты закроют и автобусы направят на нужды городского транспорта. Где-то до 15 октября, в зависимости от погодных условий, у нас уже большие автобусы и водители будут высвобождаться. На каждом предприятии, как раз где такие маршруты перегружены, мы будем добавлять. То есть к этому мы тоже сейчас готовы. По словам Валерия Ведяшкина, пассажиропоток по статистике не увеличился. Но так как троллейбусом и трамваем из-за ремонта моста пришлось изменить привычные маршруты, гораздо большая нагрузка легла на автобусный парк. Власти мониторят ситуацию и надеются, что с учетом корректировки она изменится в лучшую сторону. А горожанам советуют с пониманием относиться к ситуации на дорогах и заранее планировать свои маршруты. Первые в Сибири небоскребы выше 40 этажей совсем скоро станут визитной карточкой Барнаула. Они не только должны украсить облик набережной, но и стать центром притяжения жителей краевой столицы. На берегу возведут парящие здания. Чтобы добиться такого эффекта, застройщику пришлось собрать мощную научную базу и изучить все особенности прибрежной территории. О тонкостях постройки нам рассказал Нодар Шоне, руководитель строительной компании. Концепцию первых в Барнауле небоскребов на территории речного вокзала разработали тщательно. Ведь для столицы края такая высота непривычна. Особое внимание уделили визуальному восприятию башен. Мы, когда эти две башни проектировали, архитекторы с разных ракурсов смотрели на въезде в город, с моста, как эти башни будут смотреться. То есть в конечном итоге архитекторы такое решение выбрали, что когда ты в город въезжаешь, на въезде в город, в принципе, так и видно, что эти две свечки, они в одной точке сливаются. То есть как будто бы это одна башня стоит. Перед строительством собственник участка совместно с научными сообществами долгое время проводил инженерные изыскания. Было разработано 24 варианта сценария ветровой нагрузки и даже установлены метеорологическая и сейсмическая станции, чтобы детально изучить местность и все капризы природы. Все, что связано с безопасностью здания, все проходит исключительно по заданию научно-исследовательского института и в полном его сопровождении до получения разрешения на строительство. Как показали исследования, воздухообмену города постройка никак не повредит и ветром ее уж точно не снесет. К тому же в основании высотных зданий будет устроено почти 500 свай длиной 43 метра. Всего же глубина основания здания составит 53 метра. Это почти 18 этажей вниз. От 40 метров до 100 метров глубиной мы пробурили, пока мы не исследовали все характеристики грунтов, для того, чтобы определить глубину заложения фундамента. Для обеспечения устойчивости здания, безопасности здания у нас предусмотрено ниже нуля аутригерный этаж, так называемый. А это, если на простой язык, условно говоря, перенести, это как дом стоит на пружинах. Высоко – не значит неудобно. Будущие жители смогут подниматься на верхние этажи довольно быстро. Планируется установить скоростные лифты. А на случай отключения света предусмотрены дополнительные электроисточники, которые возьмут на себя работу лифтов, отопления и систему пожаротушения. Эта система будет установлена по мировым стандартам для небоскребов. Продумывая строительство высоток, рассуждали о том, чем комплекс может быть интересен для обычных горожан. Поэтому там планируется открытая зона с кафе, ресторанами, спортивным комплексом и обновленной набережной длиной в километр. А это значит, что доступ к набережной будет открыт всем желающим. Любой бизнес, который реализовывается без людей, без посещения людей, он не может существовать. Все, что будет строиться, все, что будет делаться в этой части, это только для людей, для жителей города. Запросы горожан и их беспокойство строители учитывали с самых первых шагов работы на площадке. К примеру, флорентийскую мозаику из своей здания передадут в художественный музей. А еще минувшим летом стройку пришлось остановить, пока ласточки высиживали потомство. Когда вот эти истории там связаны с панно, связаны с ласточками, когда вот эти вопросы, они появлялись, наверное, здесь во главе главы я не ставил, что я сегодня упускаю там зарабатывание денег или что-то недозаработал. Везде должно присутствовать человеческое понимание. Застройщик прекрасно осознает, что место УАБИ, где появятся парящие здания, очень значимое для всех жителей города. И для него важно, чтобы новый объект получился, как его и задумали, местом притяжения для барнаульцев и гостей города. Татьяна Голубева, Мария Моцаева, Алексей Фризин. День с толком. В центре Барнаула отремонтируют дореволюционный памятник архитектуры. Сейчас в нем располагается краевой консультационный центр для больных ковида. Краевой памятник архитектуры по адресу Никитина, 134, это старинный дом, в котором 100 лет назад проживал крупный зерноторговец. Здание имеет особую историческую ценность, поскольку является образцом деревянного жилого дома начала 20 века. Его фасад украшен декором, включая уникальную резьбу. Недавно стало известно, что вековой дом Мельника планируют капитально обновить. Краевой центр госзакупок провел поиски подрядчика на разработку научно-проектной документации для капитального ремонта здания. У нас есть задание государственной инспекции или органа по охране памятников. В соответствии с этим заданием будет выполнен капитальный ремонт здания. А, конечно, реставрационные работы будут проводиться в том числе. Пока непонятна общая сумма затрат. Но в ходе ремонта хотят заменить крыльцо, сделать перепланировку, заменить потолки, лестницы, окна, двери и частично пол. Также власти намерены сделать новую кровлю, отмостку, отремонтировать часть фундамента. Предусмотрена и модернизация инженерных систем, благоустройство прилегающей территории. Добавим, последние два с половиной года в здании размещается краевой консультационный центр по амбулаторному лечению больных коронавирусом. Он будет находиться здесь и после ремонта здания. В минувшие выходные Рубцовск отметил свое 130-летие. Праздник был масштабным. На центральной площади выступили лучшие коллективы города. Отметить день рождения Рубцовска вместе с его жителями приехал и глава региона Виктор Томенко. Не стало исключением и наша съемочная группа Дмитрий Дроздов с подробностями. В центре Рубцовска в праздничный день было как никогда многолюдно. Молодежь, пенсионеры, семьи с детьми с самого утра прогуливались по праздничным площадкам. Настоящий аншлаг собрал фестиваль уличных театров. Здесь горожане увидели знакомых героев театра кукол. На главной площади города расположились народные умельцы. Выставка мастеров удивляла своим разнообразием. Изделия из камня, дерева, бусы, матрешки, мягкие игрушки и многое другое. Параллельно проходил и фестиваль народного творчества. На площадках выступали лучшие творческие коллективы города и края. Жители города своей любовью, своим трудом, самоотверженностью, преданностью Рубцовску возвращали его к нормальной жизни и все дальше и дальше двигались в своем развитии. Я убежден, что отгремят юбилейные поздравления, торжества, выступления. И город продолжит жить и реализовать свою программу развития. А жители наслаждались солнечной погодой и делились с нами тем, за что они любят свой город. За что вы любите город Рубцовск? Я здесь родилась, это моя родина. Чем тебе нравится этот город? Потому что здесь парки. Я люблю Рубцовск за очень доброжелательных людей, приветливых, за наши достопримечательности. А завершился День города праздничным салютом. В этом году фейерверк вызвал у Рубцовчан настоящий восторг. Такого красочного и продолжительного шоу здесь не было давно. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Мировая премьера, приуроченная к 85-летию Алтайского края, ждет любителей театра. Через два дня на сцене Алтайского музыкального состоится первый показ мюзикла по алтайскому эпосу «Хан Алтай». Его авторы – постановщики из Санкт-Петербурга. Сегодня рассказали, чем необычен спектакль и почему он может помочь в решении психологических проблем. Тему продолжит Елена Макаренко. Очи Бала или Дева-воительница – один из персонажей премьерного спектакля. Его исполняет артистка музыкального театра. Перед первым прогоном для СМИ она демонстрирует несколько танцевальных элементов и рассказывает о том, что современная хореография в стиле контемп балету далась нелегко. Но эксперимент, в основе которого разговор исключительно на языке тела, опыт весьма интересный. Это ансамблевый спектакль. Наша роль, роль балета – это легенды, это вот как раз-таки мифы, мы такие души. То есть у нас нет главных ролей. То есть у нас у каждого своя роль и совместно мы вот все-таки представляем этот спектакль такой целый. Нет главных ролей. Но есть два мира. Современный – его представляют туристы и потусторонний – легенды, мифы и духи, что раскрывает балет. В его движениях нет характерных народных элементов. Все стилизовано. Можно сказать, что хореография имеет бессюжетную, но не бессмысленную форму. То есть это не конкретный сюжет – увидел, полюбил, умер, родился. Это такая бессюжетная история, но имеет смысл. И за счет пластов хореографии, определенных смыслов, она помогает передать нам сюжет, помогает передать нам смысловые линии и внутренний мир героев отражает. Национальная тематика отражена больше в костюмах актеров и обыгранных ритуалах, минимализму, в декорациях, но максимум световых спецэффектов. А в основе постановки немало конфликтов. Есть и психологический. Это постановка о преодолении наших страхов, наших комплексов, наших различных, говоря современным языком, загонов, которые человеку не дают совершенствоваться, не дают ему стать лучше, не дают ему перейти на новую ступень развития. И в этом нам как раз помогают алтайские мифы, алтайские легенды, алтайские сказания. Рассказать об Алтае миксует древнее и современное. Питерские постановщики, которые работают с алтайским коллективом впервые, надеются, что мюзикл зрители оценят высоко. На воплощение спектакля, приуроченного к 85-летию Алтайского края, ушли месяцы работы и федеральный грант Министерства культуры России. Премьера этнопостановки «Хан Алтай» состоится уже на этой неделе. Первые показы пройдут в Музыкальном театре 22, 23 и 24 сентября. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...